Зверское убийство, совершенное бандой Ланглюме! Неужели он убил человека? Лихозакрученный сюжет будет держать зрителя в напряжении до конца спектакля. Здесь много вопросов и каждая сцена – разгадка. Такое вряд ли может произойти в реальной жизни. Я заешу! Помогите! Что такое? Что за грех? Что тут происходит? Жизнь господина Ланглюме переворачивается с ног на голову. Однажды после бурной ночи у себя в кровати он находит незнакомого мужчину. Исполнитель главной роли, заслуженный артист России Владимир Демин уже играл похожего персонажа в другой комедии «Оскар» или «Как украсть миллион». Там папа, который запрещает дочери замуж уходить. А здесь как бы мужчина в возрасте. Ну, здесь немножко о другом. О вреде пьянства. Так будем говорить. То с утра люди путаются. И неправду принимают за правду. Вот и все. А вреде алкоголизма. Спектакль. Артисты не устают смеяться. Псевдодетективность комедии вдохновила художника Татьяну Колесникову. Это только на первый взгляд ничего особенного. Кровать, стол и стулья. Но важно, как они расставлены на сцене. Какая-то такая клеточка. Хотелось это сделать. И в то же время в этом есть какая-то юмор. Ты смотришь, голод. Так не пришло. Проклеточка. Ну, здесь еще не хватает некоторых деталей в декорации. То есть это еще пока не все, не доделано. На сцене не хватает названия французских улиц и портреты семейной пары. Их установят в ближайшие дни. Премьера состоится на выходных. Одной из главных ролей женой Ланглюме играет Татьяна Гущина. Ее персонаж – открытая, легкая, жизнерадостная женщина. Иногда даже бывает, знаете, как вот, ну вот, репетируешь, репетируешь, а потом вдруг ты раз и становишься той героиней, которой ты должна быть. И совершенно непонятно, как, откуда это все появляется. Ну вот просто вот раз, я говорю, а я уже знаю, что вот она вот, она я в данной ситуации. Я, я такая. Комедия из жены Лабиши «Кошмар на улице Урстин» ставилась на театральных сценах Москвы и Санкт-Петербурга. Произведение французского драматурга начинает родить суть театра абсурда. В комедии проглядываются особенности этого западноевропейского направления. Здесь реальная действительность вдруг становится похожа на кошмарный сон. Есть некоторые и серьезные подоплека. Вроде бы нормальный человек, такой, как все, добродушный, простодушный, гуляк, бездельник, богатый, свободный человек. Но внутри каждого буржуа сидит вот это, понимаете, сидит и такое чудовище. Печальной окажется судьба главного героя или нет, режиссер спектакля не раскрывает. На сцене других российских театров все разрешается благополучно. В любом случае яркие шутки и эмоциональные сцены не заставят зрителя скучать. Алтана Урумбаева, Сергей Горянин, Центр новостей.